Встреча активистов для того, чтобы скоординировать план действий, проводится на постоянной основе. Желание сменить управляющую компанию обернулось чередой судебных исков. В феврале 2015 года первые семь домов в поселке Новодрожино сменили управляющую компанию, постепенно подтянулись и остальные. Но представители старой УК считают, что жители им не доплатили. Управляющая компания УК Булатникова ведет и осуществляет работы, но несмотря на это, компания, управляющая УЭК, обратилась в суд с иском о взыскании денежных средств за те работы, которые она не осуществляла. Решение сменить компанию, оказывающую коммунальные услуги, у людей зрело давно. По мнению жителей, управление домами велось из рук вон плохо. В оценке деятельности теперь уже бывшей управляющей компании местные активисты в выражениях не стесняются. Фирма жульническая меняла три раза банки. Банк пермский, это был банк под следствием. Она неоднократна. Мы ставили вопрос, чтобы они приехали. И здесь хотя бы директор появился. Ни разу никто не видел ни стеронка директора. Одно из требований компании – оплатить ремонт подъездов в многоквартирных домах. Жительницы поселка выразили готовность показать, как в настоящий момент выглядят эти самые отремонтированные подъезды. Зрелище не самое приятное. Какой вы будете снять, в каком состоянии? Как дом построили, мы же ничего не делали. Вот, пожалуйста, никогда ничего не сделано было. За это я не обязана платить. За неоказанную услугу. По документам, которые представители управляющей компании предоставили суду, в этом и других подъездах поселка совсем недавно был сделан ремонт. За него и требуют жители деньги. Граждане же наглядно показывают, что весь ремонт осуществлялся исключительно на бумаге. Никогда никакой персонал здесь никаких работ этих нет. Но все акты подписал и два директора. Директора нашей бывшей управляющей и директор вот этой эффективной организации, которая у нас якобы проводила работу. Эта история своеобразное продолжение конфликтов, которые постоянно возникали между старой управляющей компанией и жильцами. Даже когда граждане выбрали новую организацию, УК Булатникова, старая сдавала свои позиции крайне неохотно. Они отказались получать уведомления, они также отказались передавать документацию в новую управляющую компанию УК Булатникова, в результате чего пытались парализовать работу этой новой компании, которую выбрали жители на основании аукциона, проведенного администрацией сельского поселения Булатниковска. Анатолий Трофимович Сырцов, председатель совета дома 6-1 поселка Новодоржино, сам в прошлом юрист. Несмотря на подкованность, рук на все не хватает, ведь иски персонально предъявлены каждому жителю этих домов. Проблема у нас помощи хорошего юриста, хорошего специалиста, помочь нам оформить дело против них. И хотя суды уже идут, но дать понять, что мы все равно настаиваем на то, что и сегодня эта фирма незаконно хочет использовать деньги населения. Претензий у жителей к бывшей управляющей компании много. Здесь и необоснованно завышенные тарифы, и спорное качество предоставляемых услуг. А потому на то, что судебная тяжба закончится в скором времени, рассчитывать не приходится. А мы будем следить за ходом этой истории. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.